В столице наблюдается рост цен на продукты питания. В первую очередь дорожают растительное масло, сахар, мука, которые импортируются из других стран. По словам продавцов, цены поднимаются из-за роста доллара, так как поставщики поставляют товар дороже обычного. Реализаторы на Ожском рынке также рассказывают о росте цен на отдельные виды продуктов питания. Какое-то подорожание связано с импортом товаров, а какое-то – просто сезонное явление. Раньше килограмм первого сорта стоил 35 сомов, сейчас по 38-40 сомов, а высший сорт уже по 50 сомов. Поставщики нам доставляют дороже. Мы при продаже на один мешок добавляем только 50 сомов. В основном продукты импортируем из Казахстана и России. Спасибо нашим отечественным производителям Акун и Ноурус, что не поднимают цену на муку. Цены на картофель и морковь не поднимались. Килограмм лука подорожал на 5 сомов, но это сезонное подорожание. На специи цена также повысилась. Из-за роста курса доллара импортированные товары стоят дорого. Если раньше пятилитровое растительное масло поступало по 600 сомов, то сейчас привозят по 650-700 сомов. Продается по 750-850 сомов. Килограмм сахара стоит уже 80 сомов. Цены на продукты выросли во всём мире, поэтому и у нас растут. Но что поделать, жизнь такая. Такая же ситуация наблюдается практически во всех странах. По словам экономистов, главной причиной является рост курса доллара и продовольственная инфляция. Для Крымской республики необходимо экстренно принять сторону правительства меры, для того, чтобы переходить на импортозамещение. То есть, те продукции, особенно продовольственной безопасности, те продукции, которые мы импортировали, необходимо поддержать наших производителей сельскохозяйства. Если у нас будет производиться, то ценообразование будет другое. Если импорт, то обязательно в порядке добавляется импортная пошлина. Сейчас наша страна может полностью обеспечить себя бахчевыми культурами, картофелем и молочными продуктами. За прошлый год самообеспеченность хлеба продуктами составила 50%. Растительным маслом страна самообеспечивается всего на 10%. Но в этом году власти страны намерены исправить ситуацию. На сегодня предпринимаются все меры, чтобы обеспечить продовольственную безопасность и импортозамещение. Собственной продукцией планируется выращивать больше. В целом, в этом году на поддержку сельского хозяйства было направлено 26 миллиардов сомов. У нас есть трудолюбивые фермеры. Им нужна только поливная вода, качественные семена, удобрения и льготные кредиты. Мы выделили все средства, которые у нас были – 26 миллиардов. Конечно, этой суммы недостаточно, чтобы обеспечить всех фермеров сразу. Поэтому мы начали уже рассматривать выделение средств на следующий год. На наш взгляд, мы обеспечим всех фермеров через 3-4 года. Конечно, если наша казна была бы полной, то лучше бы было в этом году обеспечить всех фермеров полностью. Но вы знаете нашу ситуацию. После пандемии не то что наша, экономика развитых стран не восстановилась. Однако, несмотря на эти трудности, мы решили с 1 апреля повысить заработную плату всем работникам социальной сферы от 50 до 100%. Также в рамках обеспечения социально значимыми продуктами минсельхозам ведётся работа по системе ирригации. Для этого к обминам было выделено 1 миллиард сом. Кроме того, активизирована работа по повышению урожайности. На это было выделено 1,5 миллиарда сомов. А на закупку минеральных удобрений из других стран направлено 1 миллиард сом. Ахмёр Нурдиновар, Услан Бараненко, ЛТР Бишкек.